Привет, привет от Ирины! Сегодня я хочу прогуляться по нашему новому торговому центру, про который я тоже много слышала, уже читала в интернете, видела уже какие-то передачи люди тоже снимали. Мне тоже стало очень интересно пройтись посмотреть, в этом магазине сосредоточена вот вся продукция белорусская. Хочу посмотреть. Сегодня я просто в этот район приехала по своим вопросам, но вот заодно решила и заскочить в этот магазин. Вот, друзья, подхожу к этому магазину. Называется Перши Национальный Гонлёвый дом. Вижу, работает магазин с 10 до 22. И вот, друзья, я попадаю, наверное, в один из своих любимых, так могу вам открыть, такой секрет о делах. Я очень люблю разную посуду, красивую. Вообще люблю её и просто ей пользоваться, и люблю просто иногда посмотреть. Невероятно вижу уже, вот пока ещё не зашла вовнутрь, поснимаю здесь и вижу, какая же красота придумана, создана. Посмотрите, какие бокалы невероятно красивые. Давно не была, поэтому сейчас вот получу тоже и немножко вам поснимаю. Такое вот прям у меня и будет эстетическое удовольствие, такое наслаждение. Смотрите, какая форма красивая, бокалов, фужеров. Цветовая гамма какая красивая. Очень большой, вижу, вот выбор. Вот такой зубр стоит. И вот вам покажу сейчас, постараюсь, конечно, передать камерой. И вот в этом магазине вот такой букет, он меня просто покорил. Потому что такой красоты, вот эта ручная, вижу, работа, я ещё ни разу не видела. Вот, по крайней мере, я не встречала. Это то, что меня вот смогло здесь просто покорить. Красота невероятная. Вот представляю, как этот букет можно поставить вот где-то у себя дома, в таком красивом месте. И получать вот это удовольствие. Особенно, когда понимаешь, что это такой товар, вот штучный. И он такой эстетически классный. И не могу не обратить ваше внимание. Посмотрите, какая интересная шахматная доска. Вот так вот с хрусталя придумали. Тоже такого ни разу не видела. Помимо того, что человек может играть, такое же эстетическое, получать удовольствие, как я от тех цветов. Очень красиво, так оригинально. Тоже вижу такую вот вещь впервые. Выбор просто большой здесь. Можно вот и на подарок кому-то выбрать. И просто для себя что-то купить такое. Немножко так поменять, сказать что-то в своем интерьере. Поэтому, да, стоит вот сюда приехать. И вот это первый магазин, в который я зашла. И я уже получила такое вот просто удовольствие. Прям большой выбор. Такие бокалы интересные. Вот эти вот вазочки тоже поснимаю. Такие очень оригинальные. Посмотрите, когда вот какие-то цветы такие вот поставить. Небольшие дыли просто даже. Вот она будет, когда дома стоять, даже есть цветы или нет. Это тоже очень красиво. И синий такой цвет. Прям такой шикарный. Так что, друзья, видите, как много всего можно здесь выбрать в этом магазине. Еще раз вернусь. Яркие, разные такие. Ну что ж, двигаюсь дальше. И здесь вот я уже вижу магазин «Спартак». И вот это то, что я уже себе выбрала. Вот показываю вам. Один раз я попробовала. Меня просто как-то угостили. Вот это вот пачка печенья. Ручная работа. Очень мне понравилось. Оно на сливочном масле. И достаточно такое вот приятно вкусное, скажем, легкое печенье. А это вот такие шоколадные фигурки. Вообще «Спартак» мне очень нравится, как делает. Сейчас немножко похожу здесь. Еще хочу вам сказать о чем. Я приехала вот прям в самое открытие магазина к 10 часам. Для чего? Чтобы я не мешала людям. Потому что не все люди любят попадать в камеру. И мне самой не очень это удобно тогда поснимать. Более хочу, чтобы посвободнее. Чтобы, ну, получше вам все это показать. Поэтому рано-рано утром вот я добралась сюда. И быстренько хочу успеть все немножечко здесь поснимать. Выбор в «Спартаке» прекрасный всего. Продукции очень много. Ну что ж, опять иду дальше. И здесь вижу опять свой один из любимых отделов. Это посуда. Вот такой вот фарфор чистая. Такая вот, видите, красивая, белоснежная есть посуда. Вижу в магазине выбор большой там. Поэтому вот кому нужно что-то, тоже приезжайте. Вот фарфор Белой Руси. Вот на пути здесь поделен магазин. Каждая область представлена. Поэтому я уже так буду ходить и потихонечку заходить в разные места. Вот мне встретился магазин. Такой ремесленный, скажем. Где люди делают все своими руками. И в первую очередь, видите, я обратила внимание на что. Подумала, что это такая тележечка стоит. Потом начала вчитываться. А это, оказывается, цветочница из лего. Я думаю, ой, как здорово. Вот если кому-то вот по какому-то дизайну такому подходит. Насыпал земельки, посадил красивые там цветы или что-то такое. Супер. Тоже думаю, что это такой сундук, не сундук. Потом подошла, почитала. А это, оказывается, такое вот, видите, интересная такая задумка придумана. И это, получается, сундук-бар. То есть вы туда все, что вам нужно. Можно и сальце, и доску, и венца налить туда, поставить. То есть вот такой сундук-бар припрятать. Бочка. И тоже вам открою секрет такой, может быть, небольшой. Конкретно вот про меня я очень люблю дерево. У меня достаточно много разных вот досок есть, таких натуральных. Когда я что-то готовлю. Я просто безумно люблю все натуральное. Это прям мое запах вот этой древесины. И поэтому по возможности понятно, что ты все не купишь и негде это поставить. Но я очень-очень люблю ездить на наши выставки, которые у нас вот проходят, такие ремесленников, где люди все делают своими руками. Я хотя бы, если что-то уже не покупаю, то я просто наслаждаюсь, я просто хожу, смотрю. И всегда так вот не завидую, стараюсь никогда вообще не завидовать людям. Но просто я ими не завидую, а я ими восхищаюсь. С вот этими умельцами, которые могут вот из любого абсолютно там природного материала сделать такую красоту и эстетическую, и для пользования человеку. Ну и все как бы это натуральное, поэтому это очень-очень важно. Вот это для пасхальных яиц, видите, такая формочка красивая, такие вот курочки стоят, можно поставить яйцо, когда покрасили, и наслаждаться. Двигаюсь дальше. Люди, вижу, уже потихонечку начали тоже, как говорится, пребывать, поэтому надо успеть еще поснимать. Витебские ковры магазин. И вот тоже один из моих любимых магазинов, это «Белорусский лен». Вот работаю, видите, с 10 до 22. Очень люблю льняную одежду, очень люблю полотенца разные льняные, скатерти. Это то, наверное, вот на что стоит обратить многим вниманием, кто не пользовался, потому что именно в жаркую погоду вот льняная одежда, она сейчас выделка у нее такая хорошая, она не колется, она очень приятная к телу, она такая дышащая, легкая. У меня достаточно есть вот разных таких вот вещей, которые я летом очень люблю носить, и сумочки есть у меня такие легкие, натуральные. В них не жарко в этой одежде, она пропускает хорошо воздух, сохраняет вот как бы и тепло, и в то же время такую вот прохладу. Очень большой выбор, поэтому вот кому будет интересно, тоже можете заскочить в этот магазин и подобрать здесь и мужской, и женский отдел. Вот таких много разных платьиц, сарафанчиков, блузочек много. Я, конечно, уже не буду здесь что-то там разворачивать и там цены снимать, потому что я просто на это даже не могу сильно тратить время, потому что этот центр очень большой. Я вам визуально покажу просто, что здесь вообще вот есть. Вижу достаточно много всего. Гамма разная, размеров вижу много. Лето сейчас придет, и естественно, вообще это все будет хорошо покупаться, как только настают жаркие деньки. Дальше вот мне на пути встречается мебельный магазин. И знаете, вот я себя словила на мысли, что я очень давно не особо ходила по магазинам именно таких вот мебельным. И я вам могу сказать, что вот за последние годы я просто вот и сейчас вот когда я здесь хожу, я просто удивилась, что настолько ты теперь не отличишь. Вот как раньше были вот какие-то импортные такие товары, там привозились, мы бегали, что-то смотрели, там покупали. Такой сейчас выбор прекрасный. Видьба, Ганна, это вот куриный наш магазин, хорошая. Тоже у них такая хорошая продукция. И что мне понравилось, вот я обратила внимание, давно такого вот нету в таких торговых, не было в сетях, вот где именно продуктовые магазины такие. Здесь и такие, помимо того, что здесь продукция очень большой выбор представлены, здесь есть такие зоны прям релакса, отдыха. Пока кто-то что-то покупает, можно выпить чашечку кофе, перекусить. Точно так же и вот магазин булочек, хлеба. Видите, сделана прекрасная зона вот для отдыха, для дегустации там всевозможные. То есть вот перекусить раньше, вот я таких вот локаций особо не видела. И это здорово, вот кто это придумал, потому что всегда, когда ты ходишь в магазин и хочешь еще и подольше, тебе хочется и перекусить. И ноги у тебя, бывает, уже устанут. Или кто-то просто не хочет в этот момент ходить там. Как говорится, дал своей там супруге или там девушке своей финансы. Они делают закупки. А можно и вместе делать, а можно и вместе чайку попить. То есть, ну, как у кого складывается в этот момент желание походить. Поэтому можно всегда прийти, сесть и просто кушать. Витебский экопродукт. Вот сейчас я вам еще зайду вот в этот магазин. Он только, видите, тоже открылся. Еще посетителей почти нету. Вот выкладывают там, добавляют продукцию. Что я вам могу сказать вот по вот этой продукции? Тоже открываю вам такой небольшой свой секрет. Потому что очень часто, когда я делаю какие-то пирожные, тортики, какие-то крема взбиваю. Я очень часто пользуюсь продукцией именно вот этой вот Витебской. Я надеюсь, что вот они продолжат вот так же качественно ее выпускать. Потому что сейчас чуть поближе я постараюсь посмотрю, есть ли эти сливки. Я вам хочу показать, что они превосходно взбиваются. Вот для крема, вот когда готовлю трубочки вафельные, когда делаю Наполеон, вот если мне нужно, и мороженое. Сейчас я посмотрю. Вот вначале по колбасным пройдусь и делаю, подойду к молочному. Да, я вижу, эти сливки есть. Вот это молочко тоже хорошее люблю. Для каши, когда варю сметану, вот поставы у них тут есть. Ну, продуктов здесь очень много. Разный такой выбор хороший. Масло. Разное хорошее. Вот эти, сейчас пока, вот эти сливки, которые безумно мне нравятся. Я их сегодня обязательно куплю в конце. Зайду. Сгущённое молоко. Большой выбор разных консерв. Сыр. Выбор большущий. Тоже сливки, видите, вот сгущённые, там разного же объёма. Хотите в баночках, хотите вот такими тубах брать. Так что продукции очень много. Вот так просторно, широко, не жарко. Хорошо здесь. Тоже вон локация, можно посидеть. Тоже вот фирма Могатекс, Приднепровский край, это шторки. Здесь я не знаю, что это такая за фирма. Но вижу сбоку, что очень красивая, оригинальная мебель. Туда вглубь я заходить не буду. Просто уже так немножко вам визуально сниму. Кому будет интересно, всегда можно посетить, прийти. Но цветовая гамма очень красивая. Вот опять же иду. Здесь следующий мебельный магазин. И вот даже ещё не заходя вовнутрь, большой вижу выбор. Очень хороший. Белвест. Это обувь белорусская, кто не знал. Будете знать. Это вот много натуральной кожи здесь выпускают. Многие очень любят эту марку Белвест. Ну и что ж, вот бабушкина крылька. Вижу такая красивая фотография моего любимого. Одного из моих любимых животных. Это корова. Потому что это наша кормилица. И как я уже проговаривала, есть у меня ролик про комаровский рынок. Если бы я жила не в городе, а где-то вот в сельской местности, обязательно бы было у меня корова, коза и куры. Потому что именно вот эту продукцию я очень люблю. Молоко, творог, сыр, сметану. Вот всё из того, что она нам даёт. Очень красиво оформлены магазины. Просто, знаете, ну так вот подошли с такой хорошей эстетикой. Это очень важно. И мне нравится, что они все такие большие. Что не маленькие магазинчики. Вот такие они свободные, хорошие. Никто не будет ни какой-то такой толкотни. Будут все так заходить. Кто-то купил вот и зашёл дальше, прошёлся по магазину. Здесь вот выбор таких сыров, которых я даже и не видела сама. Так что есть что-то новое. Для меня, по крайней мере. Ну вот, наконец-то я увидела там сыр Антон Палыча, о котором мне писали люди, что продаётся. Сыр, сыр, новинка. В общем, на любой вкус и кошелёк. Двигаюсь дальше. Дома чай. Тоже, видите, локация, зона пристельсти, чайку, кофейку попить. Вот кто-то уже поставил свой рюкзачок. Можно здесь и сфотографироваться. Такая фотозона. Здесь, вижу, есть разные печенья, пирожные. Можно и с собой купить, можно и тут продегустировать. Универмаг центральный. Ну, это там подушки. Разное такое всё продают. Ну, обычно, вот есть в магазинах там кастрюли, вижу. Заходить уже не буду. Есть вот отдел, где можно ликёроводочный завод. Ну, это уже тоже кому надо там по своим потребностям. И опять, видите, мебель для дома. То есть, очень такие вот большие павильоны красивые. И мебели, вот как я уже вначале вам говорила, огромный выбор. И настолько они научились хорошо, красиво её делать. То есть, дизайн неплохой. И всё такое часто встречается, вот именно натуральные. Славянка, тоже одежда фирма. Купаленка. Тоже немножко вот вам проговорю по поводу вот белорусских вот этих разных. Купаленка, там, Светанок. Потом Марк Формель. Там, ну, много вот таких у нас есть фирм. Вам могу сказать, что ношу сама с удовольствием. Потому что очень люблю наш вот трикотаж. Люблю хлопковое бельё. Оно очень хорошее. Оно, во-первых, очень носится хорошо. Оно от многих стирок. Ты даже вот иногда уже вещь вроде и сносилась. Но она у тебя может просто там уже со временем. Ну, от носки просто уже прийти такой в негодность. Но, по крайней мере, она нигде у вас по швам там не разлазится. То есть, носится очень хорошо. И самое главное, что там в основном идёт очень часто стопроцентный хлопок. И дизайн такой очень красивый. То есть, световая гамма очень хорошая. Вот научились эти вот цвета такие вот хорошие. Много постельных таких вот тонов. Ну, то есть, на любой тоже, вот как говорится, вкус человека. Очень хорошо делают, качественно. Вот одежды много разной. Такие симпатичные курточки, пиджачки, брючки. Сарафанчики. Главное, чтобы состав был там хороший. Ну, и вот пошивка очень хорошая. Они обычно очень у нас качественно, хорошо шьют. Мне очень нравится. Вот тоже такой диван-бай. Тоже большой выбор. Здесь вот белорусских представлено производителей разных. И есть большой выбор и подушечек, и диванов, и кушеточек разных. Ну, вот как бы так. Мебели много. Поэтому кому нужно. И самое замечательное, вот что я здесь для себя приметила, что мне очень понравился этот магазин. Понравился, что он очень просторный. Что вот в одном месте ты на самом деле можешь купить вот продуктов, до мебели. И это сосредоточено вот в такой вот, ну, хорошей шаговой доступности от станции там метро. Транспорт здесь общественный недалеко ходит. Кто-то на машине приехал. То есть однозначно стоит здесь побывать. Если по городу тебе надо вот то, что ты там приметил, искать в разных местах, то здесь ты можешь просто даже гуляя по городу всегда зайти себе что-то вот и купить. Понравился магазин. Осталось очень-очень довольна. Замечательно сделали. И очень рада тому, что эта идея, чтобы вот все белорусские товары сосредоточить вот в одном магазине, в красивом месте. Просто замечательно. Теперь у меня есть два магазина. Торговый центр столицы и вот этот перший магазин. До новых встреч!